всем привет мы уже в машине мы едем в супермаркет супермаркет я сейчас гуляем по супермаркету и для нас это так необычно видеть в супермаркете такие иные крюшки и и шайбы я впервые своей жизни я держу шайбу я кстати думаю что она очень тяжелая но она оказалась ну прям прям очень маленькая здесь написано что она сделана словакии не знаю может это какая-то поленка но она какая-то она как будто как резиновая и очень-очень легкая дима и бананы дима всегда выбирать зеленые бананы потому что он любит да потому что они у нас лежать это неделю и мы берем сразу спела это не уже потом прям черные такие но еще ты просто любишь зеленые бананы по моему да да я их обожаю просто зеленые это это мое но я не могу найти знаете какой у дима рецепт коктейля бананового с молоком он просто берет один банан и где-то наверно литр молока получается я не знаю это мое и в итоге у него получается молоко с банановым вкусом а не банановый коктейль смотрите здесь арбузики выра дают правда не знаете сколько стоит евро 60 за килограмм не за 2 за 2 килограмма евро 60 такие красивые наверно такие невкусные и дымки ходили мы в общем ходили и пришла нам гениальная мысль приготовить суши дома так что мы взяли крабовые палочки по скидке я берем как это лосось сейчас возьмем риса лососица будем лососица эти смотрите что я здесь нашла испанский дон симон очень вкусно наш любимый сок но тут такая цена жесткая вообще-то в испанин стоит евро 30 где-то а здесь 225 это понятно поэтому я сейчас буду смотреть наверное что-то из украинских соков они более дешевые хоть и похуже по вкусу в итоге я взяла польский сок еще мы взяли феты я за не так скучала мы нашли фету латышского производства знаете мне кажется что сегодня моя 8 марта мальчики готовят кушать а я сижу стас крутит суши с авокадо с его же забыла название этой рыбы с лососем а димка хотят будет бургер готовить дать им все вот наш готовый суши сет и сайвый соус и суши все кушать сейчас мы идем зал да у нас сегодня такая будет быстренько легенькая тренировочка насколько она быстро вы сейчас в этом убедитесь светбанк позвонил и сказал что нам открывает счет и дали нам вот такую вот карточку бесконтактную вот и я уже там поменял пин-код поэтому я сейчас я хотел вам показать как они прикольно пин-код вообще спрятали то есть как его можно посмотреть с покажу вот смотрите в общем вот такой вот был эта бумажка была в конвертике вот и здесь из трубки с руксона на латышском вы ничего не поняли поэтому мы строили на по картинкам как это делается в общем здесь нужно за вот это вот розовенькую штучку нужно как ответ глупать немного вот потом вот эту бумажку прозрачный нужно поставить на белый фон и только тогда вы увидите номер а вот видно мой пин-код который я уже поменял чем да вот такая вот интересная технология не знаю почему они так зашифровали потому что тоже даже если у меня его татистов украли вероятно будут додумались бы как это делать в общем не знаю чем фишка но но смотрится она так интересно рулять карточка из телефона мне там нужно еще зарегистрировать какой-то там smart айди в общем там двухуровневая защитная система потому что нужно сначала зайти в этот smart айди для того чтобы зарегистрироваться в смарт айди там мне покажет там какие-то цифры кисть я должен найти это цифры ки на своей другой карточке от света банка а цвет банка точнее вот и по этим цифр там мне еще здесь выдается код я вам тут показывать не будут ну что конфиденциальная информация да в общем не так-то просто попасть на нам на свою страничку на свой счет чтобы посмотреть сколько денег я даже еще до конца не разобрался я думаю что завтра буду звонить у них спрашивать как это сделать вот очень сложновато они придумали в общем получается купили мы помните семечки нашим друзьям вон они катя их прячет кайская что-то с ними сделала их распаковала и съела до наши друзей не сильно впечатлили семечки они кстати об этом давным-давно уже знают у них тоже стране продаются семечки только они у них более соленые и немножко по-другому выглядят сейчас клуб по интересам разбился я играю в фифа футбол на приставке катя лыскает семечки и смотрит что смотрит я сором не сломать его да остался смотреть какие-то видосики на эту беда стажировку это самое полезное занятие знак 3 прямо сейчас все это смотрел свои передачи вот хотела рассказать про то что случилось моим лицом вот все вчера мне писали типа там будь осторожнее с кремами да да это вообще-то это не совсем крем просто дима так чисто мужским своим взглядом сказал что это крем я его неправильно нанесла нет на самом деле я сейчас делаю пилинги пилинги я делаю раз в неделю даже раз где-то полторы недели вот и до этого я делала пилинги и все в порядке ну вообще кто не знает пилинг это такая процедура по сути это и есть ожог но очень очень маленький который приводит только к обновлению кожи лица то есть старая кожа она подсушивается потом она обсыпается вот она становится сухой это все сходит вот и внизу появляется новая кожа и вот у кого проблемная кожа как у меня у кого прыщики это вообще панацея такие процедуры вот это курс целый процедур и это очень хорошо помогает вот и я вот делаю этот курс и все в порядке было до этого но просто в этот раз я допустила ошибку вот я сама виновата на самом деле я еще пользуюсь еще одним кремчиком на ночь который наносится раз два раза в неделю четко на проблемные зоны я этот крем нанесла не просто на проблемную зону я нанесла достаточно большой участок вот вот в общем то вот эти участки это и есть то что у меня пеклось это вот я наносила сюда крем я нанесла его вот две ночи подряд перед тем как я сделала пилинг я просто на самом деле я забыла и не подумала о том что не нужно делать пилинг потому что я уже как бы присушила эти участки там уже кожа омертвилась и только еще знаете добила вот добила глубоко и плюс перед тем как сделать пилинг я пошла в зал и распарила сильно кожу вот у меня открылись поры и видимо ну как говорит даже мой косметолог что скорее всего из-за этого и пилинг ну кислота пилинг это кислота проникла туда глубже и поэтому вот немножко подожгла мне это все в общем так все сошлось и получился у меня не поверхностный пилинг который я всегда делаю более глубокий вообще такое такая процедура тоже есть вообще пилинга из три вида вот есть поверхностный который я делаю то есть там маленький участок маленький слой кожи вот отмирает и все и потом появляется новый обновленный а есть глубокие пилинги которые делают которые потом сходят где-то месяц и делают у профессионалов обязательно вот и вы можете посмотреть даже в интернете вот особенно этим это пользуется популярностью у женщин после 40 потому что там идет полная глубокая вообще можно сказать чистка вот и когда кожа сходит вот эта старая кожа сходит она которая внизу кожа она полностью обновленная она просто идеальная вот и в общем то такую процедуру сделала себе я да это не очень то что я хотела вот но это ничего страшного так что не переживайте все в порядке вот сейчас уже у меня все подсушилось и я думаю что через неделю моя кожа будет нормально выглядеть не так как сейчас потому что сейчас мне приходится все штукатурить чтоб не задавали лишних вопросов особенно мои одногруппники были в шоке такие что что это с что ты здесь все ко мне приполз уже мой принц да я здесь без коня конь на улице слава богу что его сюда нельзя да в общем да такой у нас денек мы уже третий день подряд кучим пойти на готов хотим пойти на каток на у нас не получается а я третий день уже хочу что приготовить на камеру и все мне кто то что готовит да и мы хотим еще мы хотим сходить на рынок здесь местный еще хотим сходить здесь ради санблю отель есть ради санблю там красивая панорама должно быть на город да да и чтобы туда попасть нужно просто купить чашечку кофе у них в кафешке кафешка находится на последнем этаже и поэтому тут открывается хороший вид и мы еще хотим пойти подняться на церковь святого петра которая просто через дорогу от нас это мы как-то не знаю я хочу туда подняться к тоже будет тепло и не хочу сейчас не да ладно тут еще нас такой ветер на самом деле возле дома мы же вам получается очень близко к реке и вот с этой реки ветер постоянно дует и задувает у нас тут когда выходишь что так да и блин не так расстроился потому что мы хотели пойти на хоккей но сезон закончился это очень обидно как естественно не расстраиваться я расстраивался потому что я хоккей люблю и я ни разу своей жизни не был на хоккейном матче я только нхл смотрел по телевизору и все видите как жизнь несправедлива я так понимаю что здесь хоккей пожалуй по популярности на первом будет по правке меня местные если не прав вот ну что я здесь очень много вижу там какой-то хоккейной рекламы хоккейную рекламу и вообще там рекламу какой-то хоккейной продукции вот ну понятное дело здесь такой климат хоккей ну да так что мы ему очень расстроились что не получилось пойти мы мы очень расстроились я и стас а извините да со стати искал стажировку здесь говорит что-то что-то ничего нет по логистике такого интересного то есть я думаю что предложение есть на вот именно функция стажировки таковая на скорее всего что отсутствует если хотят кого-то взять на работу то уже с концами никакой стажировки кому нужен работник два месяца до никому не нужен у нас уже снова два ночи и по-моему нам пора спать да кстати как мой глаз вроде лучше у меня такой прикол я утром сегодня проснулся и весь такой блин синяк почти был ой ну прям ты так показываешь ну вот такой вот синяк и такой вот я у катя спрашивал как я вчера в клубе на своем держи ни с кем не нравился на говорит нет я просто глаз сменивый до продул я глаз свой но он вроде как лучше да уже или вообще нет ничего я ничего не вижу уже прикольно прошел вылетел до можете правда подбили глаз осторожно у нас хуну все может долго болтаем всем пока всем до завтра встретим смотрите нас пока пока субтитры сделал DimaTorzok